Вот, скажите, когда сторожу не страшно? Сторожу вообще не страшно. Вот поэтому мы поговорим с вами о страхах сейчас. Этот час посвятим страхам. Вот, страхам. Страхам. Вот, страхам. Ну, я не буду громче, я еще не проснулся. Страхам. Да, вот, мы поговорим об этом. У моей жены есть любимая песня, детская, была. Она говорит, в детстве не очень любилась такая песня со старого советского мультика. Мы ночные орхи-страхи. Та-да-да-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы. Ужас. Помните эту песню? Да, похоже. Похоже? Да. Да, у васенок такой у меня. Ну, значит, смотрите. Что такое страхи? Страхи сами по себе это наши чувства. То есть, вообще, испытывать чувства вообще-то неплохо. Вообще-то неплохо испытывать чувства и даже хорошо. Но некоторые чувства вызывают в нас панику, расстройство и так далее. Либо являются следствием какого-то стресса. Страх сам по себе, он, конечно, тяжелая вещь. Но вот сейчас мы живем в такое время, когда, с одной стороны, уже ничего не страшного после бомбежек. С другой стороны, ты переживаешь, что будет опять. Правда? Что будет с твоей жизнью и так далее. И вообще, люди, это такие существа, которые все время пытаются о чем-то тревожиться. Вот. Очень пытаются о чем-то тревожиться. Вот. Елена Валь пишет. Они трудятся подобно рабочему скоту, лишенные надежды и радости в этом мире, не знающие ничего, кроме страха за завтрашний день. Ну, легко говорить, когда у тебя зарплата 10 тысяч гривен, допустим. Ну, я не про себя говорю, у меня зарплата не 10 тысяч гривен, поверь-ка мне. Вот. И я периодически, знаете, вот недавно, где-то 2 сентября, решили с женой посчитать наш семейный бюджет. После этого жена 2 дня ходила в страхе, что же будет. Ну, как-то детям надо купить то, это, там, все. В общем, зонтики от дождя. Ну, в общем, ничего только мы не придумали, вот, чтобы начать переживать за завтрашний день. Однако, есть несколько советов, которые я хотел бы вам дать, которые помогут лично вам и помогут людям, с которыми вы общаетесь, как медики-миссионеры, как христиане, чтобы успокоить. Особенно есть, вообще-то, люди, у которых страхи постоянно, у детей страхи. Вот. Особенно является следствием военных событий, например, или просмотра нехороших мультиков, фильмов, игр и так далее. Вот. Поэтому, как перестать бояться за завтрашний день? Вот. Потому что, в Евангелии, наверное, вы читали, в Евангелии написано, не заботьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день сам и себе позаботь. Потому что любое завтра наступит. Вчера, кстати, было завтра. То есть, сегодня. Вчера, сегодня было завтра. Мысленно мысленно вы поняли? Да. Вчера, сегодня было еще завтра. Да. А завтра будет завтра. Вот. Сегодня оно еще не завтра. Да, оно наступит. Итак, вот несколько цитат из Зеленого и Духа Пророчества хотел бы вам предложить. «Многие люди не хотят собирать себе сокровища на небеса, то есть, делать добро с помощью тех средств, которые Бог им одолжил. Они не доверяют Богу и сильно опасаются за свое будущее». Вот. Вы знаете, что у нас в церкви принято возвращать Богу десятую часть. Да? Это не просто у нас в церкви. Это закон, который во многих церкви, православной церкви, выполняется правоверным верующим. Те, которые стараются, понимают, что Бог тебе это одолжил. Подчеркиваю, это все не наше, не мое. Вот. И знаете, когда мы с Леной, моей женой, приняли решение переезжать из Ростова в Киев, это было еще до всех этих Майданов и так далее. Вот. Я понимал, что то жилье, которое у нас там, осталось, ради которого мы там переживали. Я работал в Минздраве, в системе государственной наркологической службы Ростовской области. Вот. Ну что, это наше временное жилье. Наш дом на небе. Жена говорит, нам как Бог там коттедж приготовил красивый, поэтому мы можем не переживать. Вот. Очень интересная правда. Многие люди не хотят собирать себе сокровища на небе, то есть, делать добро с помощью тех средств, которые им Бог уже одолжил. Вот. Что-то у нас есть. И этим можно поделиться и использовать. У нас есть личные наши ресурсы, наши силы, наши возможности, наши таланты, которые есть. А с другой стороны, есть закон умножения. То есть, если ты даешь, тебе еще прибавляется. А с другой, например, экономит и при этом бедняет. Скупает. Да. Итак, и дальше продолжение этой фразы. Воображаемая, мнимая нужда закрыла их глаза и сердца. Это, знаете, на самом деле так. Воображаемая, мнимая нужда. Вы знаете, года два я мечтал себе купить клубный пиджак. Клубный пиджак, это пиджак, который можно носить без брюк. То есть, я имею в виду, не в трусах ходить, а можно носить под джинсы, под любые брюки. То есть, такого вот. И вот, видите, на мне клубный пиджак. Вот. Я ходил как-то, знаете, в Киеве самый дешевый рынок Троещина, в Ростой самый дешевый рынок Тимирник. Вот, я ходил по Тимирнику, потом ходил по Троещине, все присматривался. А, ну, знаете, когда пиджак стоит столько же, сколько костюм, меня душит христианская жаба. Ну, то есть, зачем тратить божьи деньги на пиджак, если можно купить еще пиджак и брюки. Да? Ну, логично. Только не клубный. Да. Не совсем. Вот. Не совсем. Ну, так, значит... Костюм, а не хуй. Да. Не хуйный костюм. Но, понимаете, но с другой стороны хочется, но не... Ну, как-то вот оно. Да. Тем более, потом я поехал в Ивано-Франковск. В Ивано-Франковске самые дешевые костюмы во всей Украине. Да. Ты можешь купить нормальный хороший костюм с шерстью. Вот завтра я его одену. За 780 гривен. Это нормальная цена, я вам скажу. Да, очень неплохая цена для хорошего костюма. Вот. Потому что у нас братья еще из Ростова ездили до военных событий. Именно на Запад, когда ездили, то закупались. Львовская фабрика, все. Ну и приятно. Вот. А тут клубный пиджак 1200 гривен стоит. Я себе думаю, как же так? Вот. То есть воображаемая, мнимая нужда закрыла мне... почек, понимаете? Ну, как бы я не ходил там с содержимым видом, что мне надо срочно пиджак. Нет. Но периодически я про него вспомнил. А вы думаете, откуда у меня этот пиджак, да? А только я иду. Да, вы знаете... Вы знаете... Ну, поп-то приготовил мне пиджак. Я знал. Я знал, просто ждал. Вот и поэтому, когда я был в командировке в Германии этим летом, вот, там братья и сестры пригласили наши русскоязычные немцы. Вот. Думаю, пойдет расскажу в магазин. А вось найду какой-нибудь пиджак недорогой. Ну, не Троещина, конечно. Вот. И не там, Харцинский базар. Ну, хотя бы, да. Захожу там, цены от 100 евро и выше. Вот, ну, 100 евро я быстро просчитал это в гривнах сколько. Вот. Расслабился. Вот. Потом смотрю, там есть такая у них полочка, называется Reducir. Reducir по-немецки это скидки. Вот. Думаю, ну, гляд. Смотрю, висит. За 30 евро. Вот это чудо. 30 евро, друзья мои, это 600 или 700. 600 гривен было на тот курс или 650. Ну, около 700. И я подумал, немецкое качество. Да, понятно. А, кстати говоря, костюм, который 780 гривен я покупал, сейчас стоит 1200. Я так быстро сообразил. Вот это то, что нужно. Он стоит как раз под зацену пиджака. Все, я его купил. Поздравляю! Понимаете? А, знаете, ну, логика понятна. То есть, наши страхи и нужды, они как-то, знаете, когда ты знаешь, что Бог тебе приготовил, надо расслабиться и просто ждать. И все. В основании крушения многих семей лежит страсть к показному, пишет Елена Валь. Мужчины и женщины стараются и планируют достать средства, чтобы казаться богаче своих соседей. Это вообще беда, которая есть в Западной Украине. Вот, что люди скажут, это главный показатель успеха и вообще двигатель жизни западного украинца. У них, ну, в Западной Украине, кто из вас, вы помните, там все чистенько, ровненько, красиво. Ну, дороги плохие, а дома идеальные. А в Закарпатье так вообще. В Закарпатье есть такие села, в которых дома по полмиллиона долларов, по миллиону долларов. Видишь, ну, в общем, удивляешься. Все. Потому что страсть к показному. Но даже если они достигают успеха в этой отчаянной борьбе, у них нет подлинного счастья. У меня очень много пациентов со страхами и депрессиями из Закарпать. Истинное счастье истекает из сердца, пребывающего в мире с Богом. Истинное счастье проистекает из сердца, пребывающего в мире с Богом. Вот источник бесстрашия, отсутствия страха. Не тревожьтесь и не беспокойтесь. Не стоит делать этого. Не пытайтесь совершить слишком многое. Если вы не будете браться за слишком многое, то преуспеете в своих совершениях намного больше, чем пытается осуществить слишком много планов. Нужно. И в вашей голове созревает какая-то москва. У каждого из нас есть то, что нас тревожит больше всего. Вот об этом нужно молиться. Об этом нужно говорить, Господи, я тебе эту тревогу отдаю. Сам я не могу справиться, но ты, пожалуйста, справься. Вот. Поэтому Бог тогда это решает. Я хочу привести вам текст, снова напомнить, из Священного Писания. Очень похожий текст на слова Христа. Перешив. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением. Что? Открывайте свои желания. Вот. И что дальше? Который Божий, вверху, превышавшийся. Ну, предполагается, что текст отвечает. И Бог пошлет вам просимое. А там написано. «И мир Божий, который превыше всякого ума». Что? Самое предполагается. То есть придет в ваше сердце. Вы слышали? Что Бог? Вы, когда заболитесь, переживаете, молитесь, вот. А просто не хватает мира. И Бог тогда вам дает этот мир. Он вас успокаивает. Это важный момент. Это означает, что не стоит создавать себе трудности заранее. Поэтому первый совет. Чтобы научиться не бояться. Нужно предвкушать. Вместо того, чтобы бояться, предвкушайте. Что такое предвкушать? Ожидание приятного. Да, это ожидание того, что ты сейчас начнешь есть. Или встречи какой-то. То есть удовольствие от общения предстоящего. То есть ты сидишь и ждешь. Вот у тебя, знаете, как у детей. Вот они сидят, подарочат, да? Да, вот ты бы хотела подарок получить? А? Как тебе зовут? Хотела. Застихотела. Какого я зовут? Лиза. Лизонька, ты бы хотела подарок получить? Конечно, хотела бы получить, правда? Вот, а хочешь, я тебе подарю очень красивую ручку из Америки? Да, я не хочу. Лиза. Бери, берись. Лиза, ты говоришь по мне? Ты мне понимаешь? Она очень скоро понимает. Ну, в конце я тебе подарю. Хорошо? Предвкушаю. Итак. Значит. О, предвкушение это то, что помогает нам радоваться. Ведь мы живем в предвкушении Царства Небесного. Предвкушении встречи с Богом. Потому что на этой земле счастья много не бывает. Обязательно где-то тебе дьявол подложит какой-нибудь свинит. Вот, я все радовался, все хорошо добрались. Мне сегодня в обед позвонили и мне подложили свинью. Ну, то есть, ну, как бы, мне сообщили, ну, свинья, то есть, прибыла по телефону. Вот. Но не переживайте, это не страшно. Есть еще интересный фильм, называется «Перелетные свиньи». Вот, это о том, как один арабский палестинский рыбак выловил свинью в море. Такая комедия. И не знал, куда ее деть. Потому что арабы ее не едят, а палестинцы, это было все, кто реказит. Евреям тоже не могут ее отдать, потому что евреи тоже не едят. В общем, смысл в том, что переживание, оно смешно. Но настолько смешно, что Бог, наверное, тоже улыбается иногда с нашей суеты и переживания. Христианская жизнь – это не печальная и неукрюмая жизнь, а жизнь мира, радости, сопряженная с крестовым достоинством и серьезностью. Вы помните, Библия описывает очень интересный Евангелие, случай такой, когда Иисус Христос целый день служил, занимался, потом вечером сели в лодочку, его там укачал, а вот заснул. Он спит, а ученики там усиленно грибут. Грибут же ж, надо ж перебать, озеро там, фарус настроили. И тут началось горе. Интересно, что Тивериадское озеро, на котором происходила эта буря, оно находится так между гор, и поэтому, если ветер заходит туда, то создается такое микробуре, действительно. Ну, озеро такое приличное, километров 8 шириной, то есть есть где побурить. Вот, и, знаете, конечно, ученики распереживались. Рядом Бог лежит, а они в шоке. Они же сами там, они же рыбаки, мы же ты что, мы же лучше всех загребаем, мы такие шахтеры, что мама не горю. Вот, однако, Леноваль пишет, когда надвигаются бури искушений, яростно сверкают молнии, и волны отчаяния накатываются на нас, мы боремся с бурей в одиночку, забывая того, кто может помочь нам. Это основная проблема. Мы забываем, что в Иисус рядом. Вот, живая вера в Искупителя успокоит жизненное море и избавит нас от опасности, так, как он сочтет наилучшим для нас. Вот здесь я хотел бы вам прочитать слова, которые являются ответом на очень многие вопросы. Если можно, запишите их или запомните, потому что с помощью этой фразы вы сможете очень многим людям успокоить их сердце. Послушайте, какая это фраза. Вера доверяет Богу на слово, не настаивая на понимании значения тяжелых переживаний, которые случаются в жизни. Вера доверяет Богу на слово, не настаивая на понимании значения тяжелых переживаний, которые случаются в жизни. Господи, почему это случилось? За что? Это не вера. Вера доверяет Богу на слово. Если это произошло, и Бог говорит, только я знаю о тебе намерение, то ты понимаешь, что если Бог так сказал, то Он сказал это тебе. Чтобы не произошло. Да, дьявол это мешает. Вера доверяет Богу на слово, не настаивая на понимании значения тяжелых переживаний, которые случаются в жизни. Это нелегко делать. Но вспомните Иова. Прекрасный библейский герой. Иова. У которого погибли дети, уничтожена недвижимость и все хозяйство. А я вам скажу, это было большое хозяйство. Он был по тем современным меркам миллиардером, олигархом. Не так давно я встречался с заместителем Таруты. Знаете, есть такой Тарута. По-моему, он в Мариуполе олигарх. Вот у него было до Майдана 2,5 миллиарда долларов в состоянии. Теперь осталось 200 миллионов. Я вам скажу, человек ведет себя достойно. Он предлагает платную благотворительность, несмотря на то, что денег у него в 10 раз меньше. Ну, если бы вам 200 миллионов долларов сейчас дали, это вы бы тоже не возражали продаться. Но у человека в 10 раз меньше. То есть у вас было 1000 гривен, осталось 100 гривен. И он по-прежнему занимается благотворительностью. То есть принцип какой? Если вы верите Богу на слово, что Он сказал, то не настаивайте на понимании того, что с вами происходит. Бог вам сам ответил. Не добивайтесь Господи. Почему? Потому что Бог отвечает тремя видами ответов. Какие? Да, нет и подожди. И его нет, это означает нет. Почему? Иногда Бог молчит, иногда Он придерживает. Это Его право, в конце концов. Он Бог, Он лучше знает. Вот. Но в этом смысл веры. Я могу себе представить, как было нелегко Авраам, который услышал голос Бога. Возьми сына, иди убей. Возьми сына, иди убей. Вот вы бы так услышали бы, да? Я бы 10 раз переспросил, Господи, а ты уверен? А ты и говоришь. Ну Авраам точно знал, что это голос Божий, правда? Да. Потому что, когда, знаете, я завел себе будильничек на полпятого, думаю, ну за полчаса проснусь, до... А он не прозвонил. Почему? Не знаю, не прозвонил. Вот. И я слышу голос, Юрий Александрович, я открываю глаза, никого нет. Нет, 16.32. Ну Бог мне дал уже две минуты поспать. Вот и... Вот. Все, я встал. Но голос разный бывает, знаете, может померещиваясь, может что-то, может приснилось. Но Авраам, Бог сказал, на понимании значения слов не настаиваешь. Не настаиваешь. И событий переживаешь. А это нелегко, потому что когда у тебя кружится в жизни все, когда сейчас что? Что? Здесь парализовано. Пойди, слово банкомат тут не работает, правда? Не знаю. Слово там нормальные лекарства ты не найдешь, потому что они дорогие и так далее. Почта. Я вот в Германию ездил, когда я собирал деньги там на лекарства. Мы в Луганску помогали. Закупали эти лекарства. Вот переправить лекарства, это целая эпопея. Ну, почта, что не золото. Да, почта, да. Лекарства переправить. На том блокпосту спрашивают, чего вы туда везете? А на этом блокпосту спрашивают, а что вы сюда едете? Вот. У меня же, я же российский гражданин, да? Я когда первый раз заезжал со стороны зоны АТО, то заехал нормально. А когда выезжаю, Горловский меня спрашивает, а что ты туда прешься? В Украину. Ну, я уже все рассказал, он все объяснил. А на блокпосту украинского меня спрашивают, а что ты сюда прешься? Думаю, слушай, вот интересно. Опять то же самое расскажу. Вот. Вера, она не спрашивает, она действует, она, как же веря, по унасток. То есть вы просто ждите, предвкушайте, что будет происходить. Вы знаете, в завершении вот этого блока предвкушения, я расскажу вам маленькие, маленькие истории. Я вспоминал вам сегодня теракт в Беславе, который был там больше 10 лет назад в Владикавказе. Когда погибли, помните, да, на 1 сентябре, да? Террористы забрали там 1200 человек в заложники, из них 700 там или 900 выжило, а 330 погибло. 330 погибло. Я был на этом кладбище. Это ванное кладбище. Это, ну, вот тут стоит ком постоянный, неприходящий, потому что большинство из них, около 300, это дети. Дети. И там полное кладбище игрушек. Вот. И под одной могильной плитой лежат четверо детей одной мамы. Там есть по трое детей, по двое. Четверо детей. Вот. Я когда, там, год спустя, после этого теракта, меня пригласили баптисты в прохладный город, там провести семинар по зависимостям. Я приехал, там три дня проводил семинар, там у меня женщина такая интересная, она сидела на семинаре с таким немножко другими глазами, она такая хорошая, классическая баптистская женщина. Такой в платочке, в длинной юбке, рядом с ней все время дочка подросток была. Вот. И она потом меня приглашает в Беслан после семинара, уже там третий день. Она говорит, бежайте к нам в Беслан. Оказалось, это та самая мама этих четырех детей, которые лежат под этой гробовой плитой. Это единственная ее дочка осталась с ней. Но вы знаете, она очень в жизни своей четко усвоила этот текст Филиппийцам 4.9. Не забудьте снять чем, но что? По всем. По всем. Не ждите ответа на вопрос, почему, Господи, ты у меня забрал четырех детей, которые были школьники. Но всегда в прошении и благодарении, что? И мир Божий. И вот в этой женщине было видно, что в ее сердце есть мир. Есть боль, еще остатки боли. Но есть мир. Она знает, что она с ними встретится. Вот она так и сказала. Роза и зон. Вот. Поэтому предвкушайте эту встречу, потому что надежда это то, что помогает пройти и дальше надеяться на что-то лучшее. Второй способ научиться преодолевать страхи. Если вы встречаете человека, у которого мучают страхи разные, переживания, неважно, ребенок это, взрослый, мужчина или женщина, научите его записывать благодарности. То есть завести себе маленький блокнотик или дневничок. Чтобы человек каждый день находил за что-то поблагодарить Бога. Господи, благодарю тебя за то, что я, во-первых, сегодня живой, за то, что я дышу, за то, что я то или то. Всегда есть за что Бог вам подарить. Даже если вы ни копейки не заработали. Даже если у вас там, может, на хлебе было меньше масла, чем обычно. Вот вы пишете. Потому что Бог сказал, я был молод и составился, и не видел праведника оставленным, и детьми его, просящими хлебом. Если Бог называет нас праведными, то значит, он не оставил нас без хлеба. Правильно? Не оставил. Хлеб ему тогда дастся. Да. Мы, конечно, рассчитываем еще на груши, правда? Да. С железом. Ну, вот, но не всегда есть груши, но, по крайней мере, хлеб есть. Вот. И поэтому, благодарите. Апостол Павел говорит, за все благодарите. Потому что это что? Такова изволия. Вот это и есть смысл. Почему нужно вести в них благодарность? Потому что, когда ты начинаешь благодарить, ты успокаиваешься. Понимаешь, что Бог все-таки добрый, и Он делает тебе добро. А Бог действительно добрый. Вот. Леноват пишет следующее. Каждый день их, то есть нас, окружают со всех сторон знаки Божьей любви, однако они не замечают этих благословений. Все небо заинтересовано в их благополучии. Мы должны верить не потому, что мы видим или чувствуем, что Бог слышит нас. Мы должны доверять Его обетование. Мы должны верить не потому, что мы видим или чувствуем. Потому что иногда мы не видим и не чувствуем. Правда? Особенно женщины. Женщины из желудочувствования. Вот я знаю, что я живу. Она человек чувств. Она если не видит, что я рядом с ней, она говорит, я за тобой скучаю. Или я не чувствую, что ты меня любишь сегодня. Ну, приходится применять языки любви и так далее. Она знает, наверное, доверяет моим обетованиям, которые 13 лет ей там наплел во время венчания назад. Ну, Бог не я. И Бог, если сказал человечеству, что Он верен и Он любит, Он не изменяет. Он не человек. Поэтому записывать нужно. Вы знаете, в прошлом году отдыхал на море, и под конец отпуска, наконец, голова очистилась, обслабилась. Вот я начал изучать один интересный вопрос. Почему бьется сердце? Вы знаете, почему сердце бьется? Кто-нибудь может мне сказать? Мышцы сокращаются. Нет мышцей. Правильно, сокращаются мышцы. Но почему оно бьется? Что заставляет сердце бить? Какой импульс? Правильно. Непонятно какой. Думышный. Но зависти. Дело в том, что мышечное сердце – это мышечный мешок. У него есть свои коронарные артерии, есть своя собственная нервная система. Там волокна Пуркинье, там есть блок, специальный атриоветрикулярный узел. И вот сердце сокращается благодаря электрическим импульсам. Постоянно. Вот сейчас мы разговариваем, а сердце-то наше, у каждого сокращается. У кого быстрее, у кого медленнее. Аритмия – это когда неровно начинают электрические импульсы подаваться, и сердце начинает неровно сокращаться. Однако, источник электрической активности сердца находится в ушке правого предсердия. Ну, в обществе предсердия есть свои ушки. Вот ушки. Значит, и вот это ушко правого предсердия, то есть в верхней части сердца справа, там находится такое средоточие клеток, которые называются пейсмейкерные клетки. По-английски или водители ритма. Пейсмейкер. Пейс – это бег, ритм, а мейкер – это делатель ритм. Эти клетки называются водители ритма. Они постоянно вырабатывают электрический импульс. Блуждающий нерв, веточка блуждающего нерва, которая идет из мозга, отчасти влияет на этот сердечный ритм. То есть он может ускориться или усилиться в случае стресса и так далее. Однако, если человеку вырвать сердце вот так же и положить его на стол, оно будет сокращаться само по себе. Достаточно продолжительное время. Может быть, когда-нибудь вы внезапно в фильме «Ужасов» видели эту красоту. Вот, кавычка. Да, сердце сокращается само по себе. Поэтому его можно, так сказать, вырезать, охладить, пересадить другому человеку, и оно будет работать. После, там, дефибрилляции, там, еще так далее. Однако, что заставляет пейсмейкерные клетки выделять электрический импульс? Спрашиваю я себя. Я сижу в интернете, говорясь методично, пытаясь понять, где заложен секрет. Ну, там написано, что вот там, значит, воспроизводится электрический потенциал. Я все ищу, где? И нашел, наконец, слово «спонтанно». Ну, знаете, это для ученых спонтанно. А для Бога это не спонтанно. Потому что Бог руководит этим ребенком. Отдохну. Вот, как минимум, это должно быть в первой строчке вашей благодарности за сегодняшний день. За то, что спонтанно ваше сердце еще бьется. А это уже стоит того, чтобы Бога твоим поблагодарить. Потому что это десятки тысяч сокращений ежесуточно. Это называется вести дневник благодарности. Это очень важный способ лечения страхов и профилактики страхов. Потому что ты перестаешь переживать. Читаешь список, успокаиваешься, перечитываешь. У меня есть тоже такой список. Следующий совет, как работает со страхами. Называется петь. Пойте. Пение это чрезвычайно важный инструмент. Важнючий инструмент для профилактики страхов и переживаний. Что пение успокаивает. Вы знаете, что Бог усмотрел так, что органы чувств, органы чувств, являются тем, что полностью опровергают теорию эволюции. Например, глаз устроен так, что он полностью опровергает эволюцию. Если в глазе чего-то не хватает, он сразу слепой. Удалите хрусталик. Или он там слегка помутнеет. Троньте роговицу, она тут же покроется бельмом. Ну то есть нарушите ее. Хрусталик тоже самое. Он тоже мутнеет из-за того, что аутоиммунная реакция срабатывает. Ну вот представьте, вот слепые люди вдруг стали зрячими. Они должны были вымереть. Они должны были вымереть. Конечно, их бы съели динозавры. Ну вот слепой, слепой там полуобезьяна охотится на динозаврах. Понимаете, да? Это надо было обладать богатейшим воображением. Вот такой верой, чтобы верить в эволюцию. Но когда речь идет об органе слуха, все еще проще. Вы знаете, что человек слышит музыку благодаря слуховой улитке. Потому что в улитке, слуховой, которая находится в внутренней мухе, музыкальные вот эти ряды, они уложены в таком рулончике. Вообще, в принципе, человеку достаточно слышать всего лишь несколько нот звуков, чтобы понимать речь и так далее. То есть не надо никакой улитки. Эволюционного смысла улитки нет никакого. У многих животных вообще нет никакой улитки. У них просто кусочек слухового органа и все. Однако Бог создал нас такими, которые слушают, воспроизводят и сочиняют музыку. И это же чудо, правда? Пение — это величайший инструмент для того, чтобы ушел страх. Потому что бабушка у меня, вчера ее посещал, свою любимую бабулю. Это значимый в моей жизни человек. Она любит петь. Вот мой рекорд, который я зафиксировал у своей бабушки, она пела 2 часа 40 минут без перерыва. Псалом за псаломом. Псалом за псаломом. Мы пока с братом паяли трубы пластиковые. 2,5 часа мы занимались. И она 2 часа 45 минут или 40 минут пела. Я был в шоке просто. Насколько она человек пения. Она и поплакала в это время, и посмеялась. И в жизни на море она побывала. И на «Любовь к Христа» спела. Не важно. Она просто поет и поет. Но внуки приехали, рады, что в хате ковыряются, что буду делать. Понимаете, да? Это совсем другой момент. Есть очень хороший фильм. Я вам его рекомендую посмотреть. Называется он «12 лет рабства». Это фильм про одного свободного, чернокожего гражданина США, которого забрали в рабство. Еще во времена рабства. Поздние годы, когда рабство в Америке частично отменили, частично нет. В Южных Штатах еще было, а в Северном Штатах нет. И его забирают в рабство и продают. А у него семья, дети и так далее. То есть его там где-то, по-моему, или то ли иммунолирь, я не помню суть. Но он попадает на «12 лет в рабство». И он с какой-то депрессией находится. Его привезли на юг США на плантацию с тростником, к обычным рядовым рабам. Вот. Свободного человека. Сделали рабом. А он не может ничего доказать. Ну, кому ты докажешь нам на юг США. Вот. Из-за этого цена гражданской войны была. Так вот. Там есть один очень интересный эпизод. Вообще, есть такой стиль музыкальный. Называется «Спиричуэл». Это негритянское пение. Оно имеет очень интересные корни. Чернокожие рабы, которые приехали из Африки и стали христианами, они разработали музыку. Вот мы сегодня пели «Псалом, как дивна благодать». Это «Спиричуэл». Это «Псалом чернокожих». Автор музыки неизвестен. А автор слов – Джон Ньютон. Капитан рабовладельческого судна, который возил этих рабов. Он услышал эту музыку, и потом, когда оставил свой грязный бизнес и покаялся, он написал слова «Как дивна благодать». Потому что слова достаточно точно переведены. Вот. И вообще, очень интересно, один из наших братьев, чернокожих пасторов, он говорит, что все негритянские спиричалы нужно сыграть черными нотами. Только черными клавишами, например. Например, «Как дивна благодать». Ну, сейчас, сейчас. Сейчас я подниму. Сейчас. Ну, да, точно. Ну, он просто так изображал, что это музыка черных людей. Она… Вообще, знаете, неграм ничего не оставалось, как петь музыку во время работы. Потому что у них не было шансов на свободу. Они умирали, как животные. И с ними работа распродалась, как с животными. И поэтому очень многие псалмы сами по себе есть грустные и тягучие псалмы в стиле бурлаков на Волге. Вот таких степных песен. Поэтому мне очень интересно спиричал. А есть веселые песни. Но все они о том, чтобы перейти Иордан, оказаться на той стороне реки. Потому что во время рабства, если ты оказывался на севере Миссисипи, это значит, ты оказывался в свободной части Америки. И там о колеснице песни, то есть это были тайные специальные поезда, которые убирали рабов, дилижансы, и увозили их в сторону свободной Америки. И их пение, оно было сопротивлено с тем, что «Я когда-то увижу царство небесное». То есть это очень музыка, глубоко имеющая свои корни в мечте о свободе, если не на этой земле, то в жизни вечной. И вот в этом фильме они начинают петь песню во время работы. А этот раб, он в депрессии, он бывший свободный человек. И вот такой идет кадр. Начинает, типа, поют, запебает какая-то негридянская мамаша, они подхватывают. И они поют, работают, и он сначала стоит, смотрит на них, злится, озирает. И потом начинает петь, 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 и к концу куплета он уже, песня, он уже улыбается. Потому что эта песня, понимаете, это меняет состояние твоего страха. И мир Божий, который превыше всякого ума, он приходит тебе на душу. Он приходит тебе на душу. Моя бабушка прожила 55 лет с неверующим мужем. И только через 55 лет он крестился. Ну, прожили они всего вместе с 62, или 63 года. Дедушка умер, года три назад. Поверьте мне, это не была легкая жизнь, несмотря на то, что он владел орденом знака почета. Он был при этом активным трудоголиком, алкоголиком, который каждый вечер приходил пьяный сработать, и каждый день работал как папа Карла. Но только на пенсии он перестал пить, потому что у него был рак гортани. Его пролечили дважды. Смысл, понимаете, жизнь тяжелая. И когда мне бабушка вчера в очередной раз там еще-то вспомнилась, я там помог ей помыть посуду, она говорит, а ты знаешь, когда я была молодой, моя свекровь говорила, иди помой посуду, отдохни. Можете себе представить, какая у нее была жизнь. Бабушка моя родилась в Кашарском районе, недалеко от Миллерово, в Тарасовском районе. Кашарский район, это вообще самое украинское поселение. За украинцев переселены. Потому что в Ростовской области все говорят по-русски, а вот в Кашарском районе по-украински. И она оттуда родом, она многие интересные вещи мне рассказывала из своей тяжелой жизни. Но пение, это отдушенность, в которой она живет. Вы бы видели ее правую ногу. Она мне в очередной раз вчера размотала свою трофическую язву, вот такого размера, как блюдце, которая у нее то заживает, то не заживает и так далее. И это вот сколько я живу, я знаю эту ногу, она такая больная, потому что бабушка всю жизнь работает, коровы, огороды, пятеро детей, и я еще шестой, выросший без отца рядом с ней, как шестой сын. Это песня, понимаете? Вот то, что избавляет тебя от страха и тревоги. Еще очень важный момент. То, что помогает справиться со страхами. Это добро. Делать добро. Чувство удовлетворения от принесения счастья другим вселяет бодрость, которая благотворно воздействует на весь организм, вызывая более свободное кровообращение и поднимая тонус всего тела. Интересная связь, правда? Чувство удовлетворения от принесения счастья другим вселяет бодрость, которая благотворно воздействует на весь организм, Вызывая более свободное кровообращение и поднимая тонус всего тела. Это избавляет от страха. Следующий важный момент, он тесно связан с добро. Вызывается полезный труд и упражнение. Здоровье, жизнь и счастье есть результат послушания физическим законам, управляющим нашими телами. Развлечения возбуждают разум, но за этим обязательно следует депрессия. Полезный труд и физические упражнения окажут более целебное воздействие на ум, укрепят мускулы, улучшат кровообращение и являются могущественным средством для восстановления здоровья. Есть такой известный в истории немецкий психиатр Карл Менингель. Это был один из классиков немецкой психиатрии. Однажды к нему подошли из кайзеровского двора люди и говорят, есть еще одна богатая состоятельная женщина в депрессии, помогите, что ей сделать. Все есть, дом полная чаша, замок, но она в депрессии. Он говорит, пусть она вылезет из своего замка, сядет в карету, едет по ближайшему мосту, спустится под него, найдет в ночующих парочку бомжей и за ними ухаживает. Через год эта дама к нему приехала, счастливая и довольная, она открыла приют для бездомных людей. Понятно, да? Принцип полезного труда и упражнений выводит тебя из любой депрессии. Книжку Полианна читали когда-нибудь? Да. Если вы не читали до сих пор Полианны, я не знаю, зачем вы живете на этой земле. Да. Прочитайте эту прекрасную книгу. Она читается легко. Полианна. Потом есть еще «Юность Полианны». Прекрасная книга, очень позитивная девушка. Полианна? Полианна, да. Она девочку звала. Это одно имя. Да, эта девочка умела радоваться. Полианна. Да. А какой автор был? Автор. Забыл, как ее зовут. Да и фильм такой есть. В интервете. Я вам советую прочитать книжку. Фильм фильма, но книжка интересная. Вот. Полианна, да. Это очень важный момент. Очень важный момент. Еще один источник страха. Еще одна проблема страха, которая терзает нас. Виновность внушает страх. Виновность. Потому что если ты кого-то убил, написано в книге притчи, ты будешь до конца жизни бегать. Душа, виновная в пролитии к человеческой крови, будет бегать до конца жизни. Поэтому, когда мы сегодня в семинаре, помните, я вам говорил о правилах боя, о том, как общаться с солдатами, любой солдат, возвращаясь после войны, испытывает чувство вины где-то в глубине души. Когда особенно наступает вот эта тишина общения с Богом. Потому что любого человека совесть обличает. Даже если ты делал ради защиты Родины, не важно. Если ты убивал, тебе всегда будет некомфортно. Особенно вспоминать об этом. Слава Господу, что Бог прощает за любое убийство. Правда? Вот. Но это орудие дьявола, чувство вины. Ложное, особенно, чувство вины. Ложное чувство вины говорит, тебе нет прощения. Ложное чувство вины говорит, тебе нет прощения. Или обвиняет тебя в том, чего ты не делаешь. Виновность внушает страх. Душа, чистая от греха, будет пытаться скрыться в небесного света. Поэтому человек и замыкается в алкоголе и наркотиках. Это одно из самых частых осложнений. Вообще у солдат после войны всегда три основных осложнения с психикой. Это зависимости, алкоголь, наркотики, что-нибудь в таком духе. Это депрессия и это социопатия. Неспособность адаптироваться в обществе. Потому что человек не понимает, как можно жить тут мирно, когда там люди погибали, и мои друзья тоже погибали, а вы тут себе дышите слишком свободно. Потому что человеку важно показать Христа, который умер за тебя. Он умер за то, что ты кого-то убил. Не важно, делал ты это из чистых соображений или не очень чистых соображений. Бог тебя прощает. И это нужно показать. Потому что как освободиться от греха? Только с помощью Христа. Покалится, все. Есть потрясающий ответ на очень важный вопрос жизни. В тот момент, когда ты стоишь на коленях и просишь, Господи, прости меня грешного, искренне, сердечного, в этот момент Бог смотрит на твой характер, как на совершенный. Хотя тебе далеко на совершенство. Ну, понимаете, разбойнику на кресте повезло, он тут же умер. И Бог ему сказал, я говорю тебе ныне, что ты будешь со мной в раю. И разбойник расслабился и умер. Мы-то не на кресте висим. Нам еще жить. Поэтому периодически надо остановиться на коленях. Периодически я имею в виду минимум раз в день. И просить Господа, прости меня грешного. И то же самое нужно советовать людям, которые живут в страхе. Из-за преступлений, из-за каких-то моментов. Неважно, из-за переживаний. Прости меня грешный, я тебе не доверяю. Доверяйте Богу на слово. Не задавая вопросов по поводу значения того, что с вами происходит. В этом смысл веры. Вы знаете, сатана будет указывать человеку на трудности и внушать ему свои мысли, чтобы тот ослаб в вере и потерял мужество. Он умножает искушения, которые одно за другим проходят через разум. Но прислушиваться к эмоциям и давать волю чувствам значит принимать злого гостя сомнения. И делая это, вы попадете в сети отчаяния. Подчеркиваю. Прислушиваться к эмоциям и давать волю чувствам значит принимать злого гостя под названием сомнения. И делая это, вы попадете в сети отчаяния. Ни в коем случае. Это оружие дьявола. Он съелит тебе сомнения, и этот гость тебя разрушает изнутри. А может, а вдруг, а так далее, а что. Поэтому это чрезвычайно важный момент. Очень важный момент. Не позволяет этому новому гостю заходить. Доверять Богу. Вы говорите, Господи, прости меня. И верить, что Бог простил. Даже если вы этого не чувствуете. Даже если вы не чувствуете, что Бог вас простил, но вы искренне его попросили. Поверьте мне, ощущение вины уйдет. Потому что если преступление тяжело, ощущение того, что ты виноват, уйдет не сразу. Иногда бывает сразу, а иногда бывает не сразу. Тебе сложно поверить. Особенно, если ты вырос в семье, или в ситуации, когда ты должен был платить за каждое зло, которое ты причинил. То есть тебя наказывали каждый раз, когда ты что-то набедокурил. И тебя ни разу в жизни родители просто так не прощали. Усвоить, когда ты вырос в такой семье, а я вырос в похожей семье, когда тебя каждый раз, ты будешь наказан, если ты будешь что-то сделать. А вообще родители должны прощать. И папа должен быть символом того, кто Бог, да? Кто добрый, который может и простить. Он накажет, но при этом он и оближет тебя, и поцелует, и так далее. Ребенок знает, что папа его любит, а не бьет. Это очень важно. Поэтому поверить не всегда легко. Чувства не верят. Как вы или иного, здесь потрясающая фраза. Чувства отличаются от веры, так же, как восток отличается от запада. Ну, далеко так же. Где восток? На Дальнем Востоке. Где запад? На Дальнем Западе. Десятки тысяч километров. На самолете 12 часов. Чувства отличаются от веры. Чувства могут говорить, что ты виноват, что тебя не простят. Неправда. Бог уже простил. Нужно просто попросить прощения. Признать это, что ты был виноват. В этом сила благодати. Это сила Евангелия. Оно давало дыхание людям, которые во времена Иисуса Христа считали, что надо исполнить 612 заповедей. И все. А католики расслаблялись быстро. Они говорят, да заплати вам 20 серебряников, получи индульгенцию и все. Один, правда, сделал очень мудро. Он купил индульгенцию, а потом избил священника. А индульгенцию он купил за будущие грехи. И когда его в суд привели, он говорит, а я уже купил индульгенцию, я не виноват. Бог меня простил. После этого в этом регионе перестали продавать индульгенцию. Понятно, да? Все получилось. А на самом деле, это действительно есть индульгенция, но ее не надо покупать. Ты не должен ничего делать. Ты просто попроси прощения с Богом и живи дальше в позитивной жизни. И Бог тебя будет самым лучшим образом защищать. Потому что если ты каждый день убиваешь и просишь прощения, это уже начинает похоже быть на издевательство. Такие отношения. Это очень важный момент. Потому что сомнений нельзя пускать. Очень есть еще одна цитата, я виноват, потрясающая. Когда вы высказываете сомнение, нечистый дух входит в сердце и усиливает впечатление, и то, на что упала тень, превращается в мрак. Даже если вам темно, но вы при этом пустили сомнения, и злой дух заходит в ваше сердце, он эту тень превращает в мрак. А мрак — это уже тяжело. А теперь откройте сборник «Живая вода» и песню, которую вы только что пели. Прочитайте две последних строчки этой песни. Какая там рука была? 56-й. 56-й? Да. Прочитайте две последних строчки. «Взгляни на свет, забудь про мрак и тень. Пусть будет радостным сегодня день». Вот так. «Взгляни на свет, забудь про мрак и тень. Пусть будет радостным сегодня день». Поняли силу пения? Поняли силу пения, которая создана десяти лет назад, когда людям было совсем тяжело в Советском Союзе верующим людям. В этом и есть величие. «Совершенная любовь изгоняет страх. В любви нет страха». Потому что если мы боимся, значит, мы недостаточно любим Бога, недостаточно Ему доверять. А зачем? Вы знаете, одна история приключилась в Америке. В Америке у соседей в основном нет заборов между друг другом. У них вот дом стоит, такой участок. Правда, если ты на этот участок зашел, ты, считай, зашел на территорию соседей. Застрелить? Да, я могу там поругать иногда и выстрелить, да. Но вот жили два соседа. Все было хорошо, все нормально. Вот до тех пор, пока однажды утром сосед выезжал на машине, задним кодом сдавал и переехал соседского кота. А тот себе разлегся на тротуарчике, и он переехал кота. Не было никаких шансов у кота, собственно, и у соседа тоже. Он не видел кота, а вот лежал себе там сзади. И он в ужасе бедный встал, в шоке, взял этого кота, уже, конечно, остатки от кота, вот, и, в общем, мертвого, и понес к соседу, кается. А это утро, он постучал, тут соседа и лежал, он говорит, друг, прости, переехал кота. Ну, а как бы они друзья, все нормально, он говорит, ну, что делать? Расстроился, говорит, ну, что делать? Давай, помоги мне его похоронить. Ну, пошли где-то в конец огорода, выкопали яму, похоронили кота, пожали руки друг к другу, он еще там, посокрушался, говорит, ну, прости, честно, говорит, не хотел. Он говорит, да я понимаю, не видел и так далее. Ну, и все, все хорошо, вот, все, тут погрустил этот сосед, который без кота остался. На следующее утро, тот сосед, который остался без кота, просыпается, от того, что звонит, звонок в дверь, выходит, стоит его сосед, который переехал кота. И держит в руках этого же дохлого кота. Он его раскопал, принес и говорит, слушай, прости, такой чувство вины, что вот, ну, он говорит, я не могу, я вот не верю, что ты меня просил, вот, прости меня, вот, тот ему говорит, слушай, что делаешь, мы что, похоронили. Абсолютно такая же реакция. Ну, говорит, ладно, в общем, быстро пошли, закопали, все нормально, все нормально, все нормально, точно. Хорошо. А следующее утро, та же самая картина, то же самое он и говорит, слушай, ну, ты что, он говорит, прости. Вы понимаете, смех ситуации, да? Каждый раз, приходя к Богу и не веря, что Он вас простил, вы откапываете кота свою. А, понятно. Который уже делал. Зачем это делать, если Бог уже простил вас? Просто скажите, Господи, все, и забудьте этот грех, и благодарите его за это, все. И вот так вот ваш страх уйдет. И это совет, который нужно давать людям. Если что-то произошло, они что-то набедокурили, там, кого-то обидели и так далее, попросили прощения, даже если что-то произошло, или даже, пусть он умер человек, не успели помириться. Чувства вины иногда бывают. Себя не можешь простить. Не переживайте по поводу чувств. Чувства могут еще остаться. Но, Бог нас простил. И это позволяет нас быть свободными. Поэтому, предвкушайте, введите дневник благословений, благодарите Бога, пойте, и не сомневайтесь. Делайте добро, полезный труд, физические упражнения. Это все в комплексе, издает прекрасный рецепт того, как избавиться от всяких страхов и быть счастливым человеком. Потому что совершенная любовь изгоняет страха. Аминь. 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 Продолжение следует...